Дневные часы постепенно прибавляются, а ночные убывают. Увеличение продолжительности светового дня влияет на растения, ведь их рост зависит от цвета, который необходим для фотосинтеза. С приходом весны начинается вегетационный период. Почки распускаются, появляются побеги, из них саженцы. На станции садоводства и виноградарства еще месяц назад были полупустые плантации, а уже сегодня зеленый ковер. Несмотря на тепличные условия, здесь растения живут по всем законам природы. Осенью мы заготавливаем черенки. У нас в декабре-январь производим прививку. В феврале уже месяц мы высаживаем. И вот нам сейчас, в данный момент, представлено растение уже более метра одного в росте. Мы стараемся соблюдать все агротехнологические особенности. Это, прежде всего, температурный режим. Мы подбираем правильно минеральное питание, благодаря которому растение осуществляет свой рост. В степях Оренбуржья с приходом тепла и увеличением света возвращаются перелетные птицы и животные-кочевники. Выходят из спячки суслики, сурки, мышевидные грузуны и начинают вести более активный образ жизни. В степи – это, конечно же, появление жаворонка, песнь жаворонка, песнь варакушки, песнь многих других воробьиных птиц. Это активное перемещение по территории в поиске удобных и продуктивных мест, мест, где нет присутствия человека, мест, где животные могут находиться в относительном спокойствии, где они спокойно размножают и приносят свое потомство. И вот сейчас как раз этот процесс начинается. Раньше считалось, если перелетные птицы прилетают в день весеннего равноденствия, то год будет урожайным. Если прилетели жаворонки, весна уже вступила в свои права. Зяблики, холода еще не закончились. Если на этот день солнце светит ярко и безоблачно, то ожидается долгое и теплое лето. Если же день пасмурный и ветреный, сезон, который обычно бывает жарким, может оказаться прохладным. Анна Овсяникова, Игорь Бероев, Новости дня.